Это видео поможет вам понять, стоит ли инвестировать в криптовалюты, которые соответствуют стандарту ISO 20022. Хотя банки существуют по всему миру, а банкиры говорят на разных языках, их системы все же могут общаться между собой и вести бизнес в глобальной финансовой сети под названием SWIFT на стандартизированном языке, установленном ISO. Слишком много акронимов, устраивайтесь поудобнее, и я расскажу обо всем простым языком. Во вступлении к этому видео я упомянула два термина – ISO и SWIFT. ISO означает Международная организация по стандартизации. Это структура, которая была создана в Лондоне в 1946 году со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Основной обязанностью ISO является создание международных стандартов на товары и услуги для ее 167 членов. Организация разрабатывает и внедряет системы сдержек и противовесов в отношении производства безопасных и качественных товаров. Эти стандарты позволяют ее членам торговать эффективно и честно. ISO 20022 – это единый подход к стандартизации, методологии и процессу, которые будут использоваться финансовыми учреждениями. Таким образом, они будут общаться, совершать и урегулировать платежи и транзакции с использованием стандартов ISO 20022. До сих пор крупные международные финансовые институты создавали, утверждали и применяли стандарты, не консультируясь с другими учреждениями. Результат – нехватка последовательности процедур и оттого перегруженным IT-командам приходится заниматься адаптацией систем партнеров по транзакциям. Проблема интерполяции между различными организациями вызывает потребность в общем языке, чтобы сделать финансовую коммуникацию и транзакции простыми и безопасными. Более 70 стран приняли стандарт ISO 20022 в своих платежных системах, включая Швейцарию, Китай, Японию и Россию. К 2025 году он станет универсальным стандартом для платежных систем во всех резервных валютах и будет поддерживать 80% объемов транзакций. В Европе SWIFT и Европейский Центральный Банк объявили дату запуска ISO 20022 ноябрем 2022 года. Система SWIFT, в свою очередь, расшифровывается как общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи. Банки и другие финансовые организации используют обширную сеть обмена сообщениями для быстрой, точной и безопасной отправки и получения информации, например, инструкции по переводу денег. Другими словами, ISO – это стандартный язык, который используют финансовые учреждения для общения, а SWIFT – это популярная сеть для общения. ISO 20022 – это масштабное обновление текущего формата обмена финансовыми сообщениями с более быстрыми, безопасными и эффективными возможностями. Глобальное принятие ISO 20022 создаст единую модель язык для платежных данных. Для всех в финансовом секторе он предоставит более качественные данные, что приведет к более качественным и быстрым платежам и открытому стандарту, который может адаптироваться к меняющимся требованиям и новым стратегиям. Поскольку ей не будет управлять какой-то один интерес, любой в секторе финансовых услуг может использовать ее и развернуть ISO 20022 в любой сети. Доступ к более богатым данным при одновременном создании новых позволит финансовым учреждениям быстро и эффективно обслуживать своих клиентов, предоставляя специализированные продукты, основанные на изучении поведения потребителей. Более качественные данные и большая свобода предполагают большую конкуренцию в финансовой индустрии, что может стимулировать инновации продуктов. Кроме того, благодаря современной широко распространенной технологии XML, стандарты ISO 20022 охватят каждую рыночную инфраструктуру и платежную систему, чтобы положить путь к более эффективной интеграции. Это, в свою очередь, улучшит аналитику, потребует меньше ручного вмешательства и приведет к более точному процессу соответствия, а также к повышению безопасности и предотвращению мошенничества. Тем не менее, что это значит для криптоинвестиций? ISO 20022 будет способствовать легкому сосуществованию финансовых учреждений и технологий блокчейн. Соответствующая стандарту криптовалюта будет признана достойной для использования финансовыми учреждениями по всему миру. В противоречии финансовой ереси, проповедуемой многими финансовыми гуру и псевдоконсультантами, ISO вовсе не является еще одной формой оплаты, которая гарантирует, что конкретная криптовалюта, соответствующая требованиям, теперь будет использоваться в качестве глобальной валюты. Как я уже говорила ранее, это просто обновление текущего формата обмена финансовыми сообщениями ISO 15022. Когда криптовалюта соответствует стандарту ISO, это означает, что она открыта для международной проверки и может использоваться для глобальных платежей финансовыми учреждениями по всему миру. В этом случае, поскольку совместимая криптовалюта теперь говорит на том же языке, что и банки, банки могут интегрировать криптовалюты в качестве платежей или включить в свою существующую инфраструктуру. На момент создания этого видео есть две криптовалюты, которые не только соответствуют стандарту ISO 20022, но и являются членами этого стандарта. Это XRP и Stellar. Ripple XRP – первая из двух, добавленных в этот стандарт, что открывает возможности для стандартизации технологии распределенного реестра. Stellar является частью этого органа через IBM, которая использует Stellar в качестве основы для своей деятельности по выпуску стейблкоинов. Конечно, есть и другие менее известные совместимые криптовалюты, такие как Algorand, Yota, Quant, XDC Network. Как только ISO 20022 будет широко принят во всем мире финансовыми учреждениями, эти совместимые криптовалюты могут попасть в банки, и это может стать большой победой для этих монет и вознаграждением для их первых инвесторов. Однако это не означает, что вы должны бежать и покупать эти криптовалюты, поскольку мы не даем никаких финансовых советов. Проводите свое собственное исследование или обратитесь за помощью к финансовому аналитику. Когда мир полностью примет ISO 20022, у нас, наконец, появится более быстрая, эффективная и безопасная финансовая система. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok